Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня зовут Ольга, хочу разобраться в том, почему мой парень не хочет возвращать наши отношения. Ну и разговаривать о них не хочет, потому что говорить ему очень больно от этого. Окей, скажите пожалуйста, зачем вашему парню возвращать ваши отношения? Зачем? Ну то есть буквально для чего ему это? Да, то есть можете ли вы сформулировать, что ваш парень получит, если он вернёт ваши отношения? Может быть это так немножко материалистически, да, материалистически звучит. Но вот чтобы вы их как-то не переносили на человека, другого человека, то что хотите сами, да? Очень вот нужно ответить на этот вопрос, зачем ему что-то возвращать. Были вместе два года, нарастались из-за ссоры и недопонимания друг друга. Ну, понимаете, опять же, люди, по моему опыту я могу сказать, что люди не расстаются из-за ссор. То есть люди вообще не расстаются из-за чего-то конкретного. Люди не расстаются из-за системы. Ну да, конечно, естественно, что вот какие-то вещи действительно могут привести к тому, что... Люди теряют терпение, да, вот, ну то есть какая-то вот чаша лесов оказывается переполнена, да, и люди, значит, ну, такие, типа, всё. Всё, всё, я больше не хочу, да, ну, не хочу больше в отношениях быть там тогда, вот. Ну да, такое, такое действительно бывает, это правда. Ну, нужно понимать, что вот причины, причины, это всегда, ну, всегда система какая-то. Система и никогда не является чем-то конкретным, да, и чем-то одним. Просто потому, что, что давно всегда можно списать, да, на, там, ну, на какой-то случай, что давно можно всегда списать на какие-то обстоятельства, вот, и так далее. То есть, это вот немножко, как я думаю, вот, так-то не работает, вот, как, ну, как вы описываете, по крайней мере, вот. Что касается недопонимания, то, ну, да, недопонимание, это, конечно, очень, очень, очень серьезная история, конечно. Вот, и, ну, опять же, здесь только, вот, как мне кажется, не совсем понятно, значит, что вы имеете в виду, говоря про недопонимание. То есть, недопонимание кого, то есть, кто кого, никто кого не понимал. А если, ну, не понимали вы, своего молодого человека, что изменится сейчас, да, потому что вот, ну, что изменилось? То есть, вам, ну, как-то легче стало понимать его или что, вот. Следующий момент, это то, что вот всегда расставание, это травма, ну, определенная травма. Вот, и для каждого человека своя травма, вот, каждый человек, который травма переживает по-своему, вот. Ваш молодой человек может переживать его так, что он не хочет с этим сталкиваться, а вы можете переживать так, что, наоборот, хотите все вернуть на круги своя. Да, очень важный вопрос, для чего это лично вам нужно. Дальше, с момента расставания прошло 7 месяцев, я ему пытаюсь доказать, что я изменилась. Прошу, чтобы дал мне еще один шанс, но он мне только говорит, что меня отталкивают такие разговоры и делают больные. Тогда что мне делать вообще, я просто уже не понимаю. А что делать, чтобы что? Если есть ощущение, что для вас, вот, как бы, отношения с молодым человеком, да, это вот единственный смысл жизни. Вот, то есть, у вас, ну, у самой есть какие-то ориентиры, цели в жизни или нет? Потому что, если нет, то мы можем говорить здесь о чем? Мы можем здесь говорить о любовной зависимости, вот. Это довольно серьезное такое состояние, вот. И, соответственно, вот вы проведете, да, шанс, да, и доказываете, что вы изменились. А зачем? Вы хотите вернуться в отношение к молодому человеку, ну, в отношение с молодым человеком. Но постарайтесь, постарайтесь себе ответить на вопрос, а зачем? Вот лично вам это зачем? Или вы думаете, что вы, ну, расстались с ним случайно? Вы думаете, что, ну, что то, что вы расстались, да, это случайно? Ну, нет, это не случайно, то, что вы расстались. К сожалению, к сожалению, к сожалению, нет. Это, к сожалению, не случайно. Вот. Тогда что мне делать вообще? Я просто уже не понимаю. Ну, вот тут вы пишете так, как будто вы должны отношения вернуть. На самом деле, люди расстаются, это нормально, просто потому что они разные. Сейчас общаемся, увидимся иногда, предлагаю быть любовниками, но у меня, у него нет никого на стороне. Ну, во-первых, если вы говорите, у меня и у него нет никого на стороне, как бы, говорить из-за себя и из-за него, это проявление нарушения личных границ. То есть вы не очень, как бы, отделяете себя от него, а это очень нужно для построения здоровых отношений. Я привязался очень сильно к нему душой, прикрепила очень сильно. Нравится в нем все его забота, доброта, понимание. Он для меня совсем другой человек, чем некоторые были у меня до парня. Ну, вот вам бы здесь попробно раскрыть этот момент, что вы имеете в виду, говоря, что прикрепили. Вот, что вы имеете в виду, потому что, вот, как, ну, для меня звучит то, что, то, что вы прикрепили. Это, вот, как то, что с человеком, да, вот с этим человеком, у вас, как будто бы, ну, вот, связаны все ваши потребности, вот, как будто бы. Вот, ага, и как будто бы вы себя без него, да, не видите, вот. То есть, ну, здесь, если это так, то здесь можно говорить в первую очередь о чем? О том, что вы любите не его, а свое состояние с ним, вот. И, ну, вот это то, что вам в первую очередь нравится, вот, свое состояние с ним. А вам нравится то, как то, как вы себя чувствуете, то, что он вам дает. Ну, нужно, конечно, увидеть, что именно он вам дает, во-первых, для того, чтобы быть свободным. Потому что, вот, то, как вы профессионируете себя сейчас, да, ну, тут очень сильно вы здесь не свободны. Вот. И если вам это нравится, например, то, ну, молодому человеку, вот, может быть, не нравится вся эта история, да. Ему не нравится, может, ну, ему может не нравиться то, как обстоят дела в отношениях. Ему может не нравиться то, как выстраиваются отношения, вот. И его все это может не устраивать. Дальше. Значит, я очень сильно его люблю, не хочу его терять не совсем. Любить человека и не желать его терять, разные вещи. Вот. Я бы сказал, что эти вещи, к большому сожалению, взаимоисключающие друг друга. Вот, ну, к сожалению, эти вещи исключают друг друга. То есть, если, если вы любите человека, то вы готовы его опустить и готовы его, в кавычках, потерять. Вот. Потому что это предполагает любовь. А потерять никого вы не можете. Потому что вам никто не принадлежит. А вы своего молодого человека воспринимаете как то, что вам принадлежит. И это очень серьезно ставит под сомнение природу ваших чувств. К, ну, вот, к нему. Понимаете? Потому что любовь, это не, ну, не принадлежность человека. Понимаете, да? Вот. Поэтому вот это вот, вот это вот, вот это, все вот это нужно, нужно исследовать. Исследовать, все вот это нужно разбирать. Да. Что именно вы, что именно вы чувствуете. Как вы чувствуете. И не будете ли вы одно, собственно, с другим. Так. Ссорых, сорых произошла из малейшей ерунды. Но он не может забыть то, что произошло. И я не могу, мне кажется. Нам обоим стоит просто забыть то, что произошло в прошлом. Не очень хорошая идея. Потому что, если это просто забыть, да? То это, ну, просто повторится опять снова. Ну, в будущем. Просто повторится опять. Понимаете, какая штука. Вот. Вот. Поэтому я бы не рекомендовал чего-то забывать. И не рекомендовал бы я бесценный вот это. Да? Потому что, ну, если молодой человек об этом помнит, значит, это, ну, точно не ерунда. Совершенно очевидно. Вот. И, конечно, есть вот к вам вопросы, да? А почему вы считаете эту ерунду, если вам, там, молодой человек, да, прямо говорит, что, ну, вот, что его это беспокоит, да? И, что его, ну, волнует и так далее. Вот. Тут еще нужно учитывать, что забыть по желанию невозможно. Вот. То есть, ну, память так не работает. Я бы сказал, что что-то можно забыть, если только, только, проживать это. Вот. А ну, ну, просто, если это проживать. То есть, проживать вот столько, сколько, ну, сколько, сколько нужно. Вот. А вы же пытаетесь, как мне кажется, сделать вид, да, как будто ничего не было. Вот. Это вот не есть, как мне кажется, хорошо не для вас, не для будущего построения отношений. Вот. Вот. Но мне это лично самой тяжело дается, ему, видимо, тоже нелегко от такого. Но я стараюсь сделать для него много чего лучше, чтобы он понимал, что я все осознал после той ссоры. А что именно вы осознали? Сейчас вам нужно осознать, что вы устраиваете нездоровые отношения из-за своей привязанности, которые появляются вследствие обесценивания себя и вследствие внутренних, ну, таких вот конфликтов, да, противоречий ваших. Вот. И так далее. Вот. Вам сейчас нужно осознать, мне кажется, это в первую очередь. И, в общем-то, то, что вы будете, ну, если вы будете в отношениях с мужчиной, то ваши проблемы это не решит. Ссоры будут повторяться, потому что не будет, ну, не будет решения. Вот. И, соответственно, все пойдет по второму, а то и третьему кругу. Дальше. Она живет, ищет он другую девочку или нет, я не знаю, не ищет, потому что у него своих проблем хватает, ему не зачем искать другую девочку, тратить на то время и тогда. Ну, в целом, значит, это хорошая идея разобраться в отношениях, да, но в первую очередь вам нужно увидеть свои особенности, свои нюансы, свою субъективную сторону полностью разобрать. И отделить любовь, то, что направлено для человека, от того, что вам хочется. Вот. Поднять собственную самооценку, увеличить контакт с собой, вот, и почувствовать и осознать свою собственную ценность. Потому что то, что вы сейчас делаете по отношению к молодому человеку, вы свою ценность занижаете. Это неприемлемо. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Всего самого доброго вам. Удачи. Обращайтесь за помощью. Я вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Помогите cách expensiveIE. Продолжение следует. Продолжение следует...